Алина Углицкая, Полина Нема. Обещанная дракону. Глава первая. Темнота подкрадывалась, окружая со всех сторон. Лезла из всех щелей, не слышно, невидимо. Она просто была, холодная и липкая, как паутина, бесконечная, первозданная, пугающая до дрожи. Юна обхватила себя руками и сжалась от страха. В ушах стоял гул, кончики пальцев покалывали, пламя внутри нее требовало выхода. Разум подсказывал, что сейчас не время и не место для этого, но тело не слушалось, оно хотело избавиться от лишней энергии. Только этого ей не хватало, выставить себя трусихой на потеху всей челяди и придворным. Здесь и так никак не смиряться, что она незаконная дочь короля. Ведь он вспомнил о ней и приблизил только из-за того, что она должна стать женой драконьего князя. Если бы не это, она так и жила бы в монастыре, забытая всеми, вдали от столицы, и вряд ли когда-нибудь узнала бы, кто ее настоящий отец. Юна кусала губы, чтобы не закричать, а кричать хотелось до хрипа, до сорванных связок. Температура тела все повышалась. Она чувствовала, как плавится в собственном пламени. Это было ужасно, особенно для того, кто полгода назад и знать не знал о своей магии. Да, можно зажечь пламя и осветить это место, можно найти дверь и выйти. Но даже там, куда она выйдет, будет господствовать тьма. От нее не сбежать. Но вот в темноте возникли два желтых пятна. Еще мгновение, и пятна приблизились, стали больше и четче. Юна поняла, что это глаза, горящие оранжевым светом, драконьи глаза с вертикальным зрачком. Они надвигались на нее, а она не могла пошевелиться. Страх сковал девушку, сердце бешено забилось в груди. И в тот момент, когда глаза оказались совсем близко, нависая над ней, а в лицо ударил горячий воздух чужого дыхания, она не выдержала и закричала. Тишину разорвал панический вопль. Рядом хлопнула дверь. — Эй, юна, ты чего? — раздался знакомый голос, в котором за насмешкой укрылась тревога. — Испугалась? — Этон! Она рванула ему навстречу, вываливаясь из тесного помещения прямо в руки единокровного брата. — Ты, ты! Едва не плача, заколотила по мужской груди. — Как ты мог так со мной поступить? — Сестренка, я пошутил! Ты чего? Этон легонько встряхнул ее. — Это просто невинная шутка! В карих глазах наследного принца блестел азартный огонек. — Ты, ты! Продолжала шептать девушка, цепляясь за ткань его камзола. Она вся дрожала. Перед глазами стояла пелена из слез, а Этон продолжал улыбаться. Уголки его красиво очерченных губ капризно дернулись вниз. — Ну все, перестань. Вспомни, что ты принцесса. Отцу вряд ли понравится, когда он узнает, что ты распустила нюни, как дворовая девка. Эти слова стали последней каплей. С кончиков пальца юных лынул огонь. В одно мгновение алые языки заструились по платью девушки и одежде принца. — Эй, Юна, прекрати! Этон отступил, выпуская свое пламя навстречу чужому. — Не смей использовать магию против меня! Юна не слышала. Она была слишком зла. Понимала, что ее магия не причинит вреда Этону, ведь наследник трона хорошо защищен. Понимала, что будет наказана, но не желала сдаваться. — Сколько еще он будет насмехаться над ее страхами? Сколько еще ей терпеть эти насмешки? Ведь он не впервые запирает ее в чулане. Знает, что она боится темноты и закрытых пространств и пользуется ее страхами. Разве так поступают старшие братья? Разве так поступают наследные принцы? — Прекрати, или я скажу, что ты на меня напала! — пригрозил принц. — Да чтоб тебя дракон сожрал Этон! Юна с трудом укротила пламя, которое уже ползло по отлеющему ковру. — Ты же знаешь, что мне только полгода назад сняли печати. Зачем провоцируешь? Меньше всего ей хотелось подпалить королевский дворец и впасть в еще большую немилость у местных аристократов. — Ты должна оговорить мне, ваше высочество! — ухмыльнулся Этон, сбивая с кружев остатки огня. — Или от страха забыла про этикет? — Кстати, насчет твоего дракона. Можешь о нем забыть. Юна непонимающе вскинула голову. — Что значит забыть? — А то и значит. Этон развел руками, потешаясь над ней. — Свадьбы не будет. — Все, договор разорван. Она нахмурилась, обхватывая себя руками за плечи. — Свадьбы не будет? Договор разорван? Как такое возможно? — Нет, Этон наверняка ошибается. Ведь она здесь лишь потому, что отец-король заключил с князем драконов брачный договор на ее имя. Она видела документ своими глазами и печати обоих государств. Такие бумаги так просто не разрывают. — Этого не может быть. Она окинула Этона недоверчивым взглядом. — Ты снова шутишь? — Да уж, какие шутки, сестричка! Сегодня вернулся посол из Рязани. Они сейчас с нашим отцом заперлись в зале советов, но кое-что я успел узнать перед тем, как прийти сюда. Он замолчал, с предвкушением поглядывая на нее. — Ну! — не выдержала Юна. — Не мучай меня! По губам Этона скользнула усмешка, когда он вытащил из рукава мятый, сложенный в несколько раз потрепанный лист бумаги и протянул ей. — Читай. — Что это? — Сейчас сама все узнаешь. Юна машинально развернула бумагу. Ее взгляд забегал по строчкам, и с каждой секундой глаза становились все больше. Их затопили смятение и испуг. — Король Астерии нарушил договор. Алмазные копии пусты, договор не имеет силы. Князь драконов объявил отбор невест. Закончила она слабым голосом. — Не понимаю, что это значит? Какой отбор? Я же... Я же обещана ему в жены. — Ты что, не поняла? Перечитай еще раз. Этон раздраженно топнул. Наш отец обманул драконов, отдал им пустые копии, те самые, которые числятся, как твое преданное. На что он вообще рассчитывал, этот старый дурак? Последнюю фразу принц произнес шипящим шепотом, комкая в руках кружевные манжеты. Но Юна была слишком ошарашена новостью, чтобы отреагировать на оскорбление короля. — Но как же так? Она беспомощно опустила руки. — Что же теперь со мной будет? — С тобой? Лучше подумай, что будет с нами. Думаешь, драконы прощают обиды? Не удивлюсь, если эти крылатые твари явятся в астерию, чтобы потребовать нашей жизни. Он выплюнул это с такой злостью, что девушка отшатнулась. — Нужно поговорить с отцом, пробормотала она, отступая. — Он что-нибудь придумает? — Конечно, придумает. Этан скривился. — Например, отдаст тебя не женой, а наложницей князю драконов, чтобы спасти свою голову. Как тебе такое решение? Похоже, именно его сейчас обсуждают в зале советов. Юна побледнела. — Но я же принцесса, я не могу быть наложницей. По лицу Этана скользнула насмешка. — С каких это пор, принцесса? Родилась на Рогоже, жила в богадельне, ведешь себя как кухарка. И зачем только отец притащил тебя к нам? Сидела бы в своем приюте и плела циновки. — Я ковры ткала, тихо поправила девушка. — Так ты ткачиха, а не принцесса. Этан резко замолк. Двери за его спиной распахнулись, пропуская дворцового слугу. Тот склонился перед наследным принцем, отдавая дань вежливости. — Ваше высочество. Затем обратился к Юне. — Его величество желает увидеться с вами. Прошу, следуйте за мной. Она шагнула к дверям, продолжая сжимать бумагу. Этан проводил ее внимательным взглядом, а когда она поравнялась с ним, тихо шепнул. — Надеюсь, тебе понравится в драконьем гареме? Юна знала, что Этан ее не любит. Просто терпит, потому что так приказал отец. Впрочем, ее здесь никто не любил, и она никогда не тешила себя надеждой, что однажды это изменится. Она просто ждала тот день, когда обещанный жених прилетит и заберет ее, унесет далеко-далеко в свой замок, стоящий на самой высокой горе. Там она станет женой дракона, и уже одни, ни Этан, ни его прихлебателя. А теперь эти мечты превратились в осколки. Глупые и наивные, они целых полгода помогали ей выживать среди дворцовых интриг, помогали верить, что однажды она встретит того, кому станет по-настоящему нужной, своего жениха, дракона. Что же будет теперь? Слуга проводил ее не к залу советов, а в кабинет короля, куда дозволялся доступ только личному коммергеру и главному казначею. КОНЕЦ